Волонтёры «Восток СОС» эвакуируют из Краматорска бабушку. Тех, кто до сих пор не смог уехать из горячих точек, они спасают каждый день. Как себя чувствуете все? Хорошо. Все в порядке? Да, спасибо. Автобусами из-под обстрела везут на вокзал Покровск. Там их ждёт поезд. Эту семью также эвакуировали. Их дом накануне уничтожил вражеский снаряд. Бог помог, что моя семья осталась жива. Поскольку там, где готовил еду мой ребёнок, от того места ничего не осталось. Я благодарю Бога, что всех нас спас. Часто волонтёрам приходится людей буквально уговаривать. Решающим фактором в большинстве случаев становится реальная угроза даже не собственной жизни, а жизни самых родных. Очень не хотелось родной городок покидать. Мы так привязались к нему, так привязались. Нас приглашали, говорили «уезжайте, выезжайте». А мы до последнего. Мама уже говорит мне «вывози ребёнка». Как мы оставим вас, мам? Один из волонтёров эвакуации Роман Желенко в мирной жизни тренер по боксу. Сам родом из Кременной. Как только Россия пошла в полномасштабное наступление, начал помогать людям. Это было в начале марта. Сначала мы развозили хлеб, старикам раздавали. Потом, ну, чтобы не сидеть дома, брал людей, в основном женщин с детьми, и отвозил на железнодорожную станцию ближайшую. Потом Кременую оккупировали. Я начал сотрудничать, на меня вышел Восток-СОС. Говорит, людей в зоне активных боевых действий очень много. «Бывает такое, что приезжаем по адресу, а в основном пожилые люди, им очень тяжело. Она там ходит, святит все углы, не выходит. Её как-то надо так, чтобы не обидеть, как-то, чтобы недолго провозиться». В команде волонтёров шесть украинцев и иностранцы. Один из них – американец Марк. До войны он в нашей стране никогда не был. «Я увидел здесь невероятную красоту и в то же время невероятно ужасные вещи. Я видел бабушку, которая сажала цветы у дома, а дома уже не было. Я видел людей, потерявших свой единственный дом из-за опасности. Я понимаю тех, кто не хочет ехать. Это не об опасности. Это дом. Я знаю, что моя бабушка тоже не уехала бы». У всех волонтёров, которые вывозят людей из-под обстрелов, уже прописаны правила безопасности. «Если мы заезжаем куда-то, где могут быть обстрелы, то лучше действовать в рассыпную или рассосредотачиваться. Лучше съездить несколько раз, хоть это и дольше будет по времени, пока ты доставишь и вывезешь людей, нежели потерять людей и то транспортное средство, которым ты перевозишь». Всем волонтёрам досадно, что не могут доехать до оккупированного юга. «Оккупационные власти не допускают туда волонтёрские группы и не выпускают гражданское население. Говорят, Крым – Крымский мост, Россия. Это понятно, что сознательно сделано, чтобы люди или оставались на месте, или растворились на просторах лапте неуправляемой страны». Поэтому, когда видите, что фронт приближается, уезжайте. Оксана Михайлова, Ольга Читала. Специально для марафона «Фридом» на канале Юэй.